Далеко Молодого ветра Собирай цветы Оставляй следы На горячем песке Лето Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Остывает луна Ты стоишь у окна И плетешь на зеленую вербу У рояля весна Но мелодия ясна На горячем песке Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Но однажды зимой Или, может, весной Или, может быть, осенью где-то Ты проснешься одна Ты откроешь окно И увидишь мое лето Туда, где я и где ты Разводит вечер мосты И запитает следы Туда, где я и где ты Туда, где я и где ты Мои уносит мечты И таз на головы Туда, где я и где ты Туда, где я и где ты И белых клавиш цветы Туда, где я и где ты И тёмных рот мосты Туда, где я и где ты Уходят наши мечты Туда, где я и где ты Туда, где я и где ты Ты напротив живёшь Ты напротив живёшь Но скрывает тебя Бестолковая старая верба Ты не видишь цветов на горячем песке И не слышишь меня Где ты 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 Может быть за горой Может быть за рекой И на там мои сны прилетая Бродят наши мечты У зелёной реки На горячем песке Тая Туда, где я и где ты Разводит вечер мосты Туда, где я и где ты Туда, где я и где ты Туда, где я и где ты Мои уносы мечты И тая сны лады Туда, где я и где ты Туда, где я и где ты И белый клавиш цветы Туда, где я и где ты И чёрных моросты Туда, где я и где ты Уходят наши мечты Туда, где я и где ты 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 Разводит вечер мосты И уплывут корабли И так, приветствую, друзья, всем огромный привет. Ну что, у нас сегодня воскресенье, сегодня Пасха, все, поздравляю вас с Святой Пасхой, поздравляю вас, поздравляю. Для меня всегда Пасха была ассоциацией, короче, когда мы были, точнее, жили в Орске с родителями, и у нас всегда на Пасху было вот это подтопление, у нас всегда в огороде была вода, конечно, не такое было наводнение, как вот в этом году, но всегда тоже там всегда все плавало, говорю как есть, ну прям реально было жестко, поэтому для меня Пасха-то была не Пасха, а еще для меня Пасха-то было всегда нужно копать огород и тому подобное, помните, Пасха же может быть в апреле быть и все, для меня, блин, как бы постоянно Пасха-то было не совсем то, как для того человека, который, блин, не знаю, хотел бы просто немножко, там, не знаю, там, отдохнуть, там, в праздники и так далее. У нас, блин, вперед, там, картошку посадить нужно, морковку посадить нужно, это нужно и так далее. Но, в любом случае, с праздником, я же не говорю с утра, ну, что ты, говорю, расстроилась, то, что у нас погода вот такая. Она говорит, нет. Я говорю, а почему нет? Она говорит, а пускай расстраиваются туристы, которые приехали на майские праздники, а нам что, говорит, вот сейчас туристы все разъедутся и погода будет шикарная, мы же в Сочи живем, и мы поедем с тобой в Абхазию, мы поедем с тобой еще куда-нибудь, понимаешь, говорит, мы же не приехали отдыхать и где нам нужно поймать хорошую погоду, мы здесь живем, у нас иногда мы ловим плохую погоду, понимаете, вот так вот, вот так вот этим отличается. Например, кто сейчас живет в Сочи на ПМЖ, они говорят, блин, классно, дождик прошел, блин, красота. Ну, почему красота? Ну, потому что все зелено, там, дышать полной грудью хочется и так далее. А те, кто приехали на майские праздники, говорят, ааа, где ты бегу, ты шляпай, да-да-да-да-да, зачем мы приехали? Да лучше мы поехали в Дубай, там хотя бы наводнение посильнее, нафига мы поехали в Сочи и так далее. Поэтому, ребят, ну что ждешь, в Сочи нет плохой погоды, каждая погода благодать. Надо же это видео, надо. Ладно, ладно, а Иванушки спрашивают, где лето, где? Ну, вот мне пока лето прям, ну, ни в каком месте не нужно, у нас пару дней жара постояла, думаю, нифига себе, думаю, вот это, думаю, да, думаю, вот это, думаю, прикольно получилось. То есть, вот так, ну что у нас, давайте мы с вами потихонечку, потихонечку пройдемся. Блин, сейчас только авария была, вот с утра, да, авария была, потом я ехал там, у нас Прадик догнал, это вот, Прада догнал, какую-то шляпу тоже, там, что-то китайское или еще что-нибудь. Но у Прадика, представляете себе, все эти подушки открылись, ну, нифига себе, вот так вот, остановились, спросили, что случилось-то. Он говорит, а что, говорит, блин, едут, говорит, и все, говорит, взял, говорит, затормозил, говорит, как бы скинул скорость до 60 и 40 час, говорит, но я в нем сзади впиндюхался. Я говорю, а ты что, не скинул? Он говорит, так у меня тормозов нет, у меня же Прада, говорит, ты что, говорит, у всех китайцев тормоза лучше, чем у меня, и как он впиндюрился, блин. Кстати, вот в запретной сети Которая есть, я снял Это видео, снял, он говорит, ну что Тормозят, как падлы Тупые, ну что, еще в левом Ряду, вот ребята, я ему говорю Еще раз, вот в левом Ряду вы въезжаете, видите Знак 60 км в час Начинаете торможиться 60 км в час и вам в жопу прилетает Прада или еще какая-нибудь Прекрасная Тойота Прекрасная Тойота, не будь со мной Жестока, не будь со мной Жестока, жестока, ля-ля Вот сейчас, да, вот с утра, видели же, да Который у нас ехал парень на машине Видели? Вот, когда я Выезжал, он сначала с правой стороны С полосы разгона, он перестраивается Он должен мне уступить Дорогу, должен уступить Дорогу, он обязан, потому что он Осуществляет перестроение, вот если я Перестраивался в его сторону, то Я бы должен был уступить ему дорогу А так я еду по основной и он перестраивается Перестраивается, потом Соответственно, он поворачивает направо С крайней левой полосы Через полосу Второе нарушение И еще вот так вот морду делает Вот так в мою сторону Это уже третье нарушение, потому что За такую морду можно получить по морде Вы понимаете? Вы знаете, вот я понял одну простую вещь Блин, лучше бы я не учил бы Правила дорожного движения И лучше бы я нормально бы взял бы И купил бы, понимаете? А я каждый день делаю марафон Я каждый день решаю 800 вопросов 800 вопросов я каждый день решаю 800 Понимаете? Вот тут делаю такого рода Марафончик Знаете вот Ну что, давайте, да? Сказать И то там я, и то ошибки были по гупости Правильный ответ 791 из 800 Время 84 минуты 28 секунд 800 800 Вопросов Соответственно, было 9 ошибок И то там 9 ошибок были Уже рука устала Не туда воткнул Там такие, как бы Ну, посмотрел, такие детские были ошибки Ну, прям реально Как бы проще Ну, прям детские Ну, прям детские, понимаете? И все И когда ты это все читаешь Уже начинаешь Немножко по-другому Смотреть Вот на вот этот Вот этих вот Прекрасных людей Которые ставят Этых машин, да? Гаищиков Которые ничего тебе не делают, да? И уже начинаешь По-другому смотреть На все это Ну, с другой призмы Уже понимаешь, да? Кто, как тебе должен Какие У кого какие приоритеты Как ты должен двигаться Где ты должен Можешь останавливаться Где ты не можешь останавливаться И так далее Если вы думаете Что из вас так же Как и я Смогут быстро Ответить там Если допустить Из 800 вопросов Всего лишь 9 ошибок Попробуйте сделать Я в бане Всем пацанам давал Всем пацанам давал Попробуйте решить У всех Из 20 вопросов От 5 до 10 ошибок От 5 до 10 ошибок Понимаете? Из 20 вопросов Ну, я не говорю Там крайне Есть у нас люди Которые И сделали 15 ошибок 15 ошибок 15 ошибок Из 20 Понимаете? Ну да ладно Ну да ладно Ну да ладно Ну да ладно Поэтому будьте аккуратны Очень много аварий Особенно Особенно Когда вы Избегаетесь В туннелях Особенно Когда вы едете По дублеру Курортного проспекта Если вы едете В дублере Курортного проспекта Вы должны ехать Как все В потоке Все нарушают И все И вы должны нарушать Иначе будет Ну, вчера Ну, ребят Вчера было 6 аварий В туннелях 6 Это был рекорд Светлое Христовое воскресенье Полный список храмов Да вообще По барабану Президент Казахстана Приедет в Россию Блин, а что Мы еще его позвали что ли Что Не знаю Казахи к нам Не очень хорошо относятся Не очень гостеприимно Да Сайтом митинги Чтобы там то Постоянно спрашивают Чем Чей Крым Там и так далее Не знают Владимир Путин Вот если Приедет Приедет У нас Президент Казахстана Задай ему вопрос Чей Павлодар Чей Байконур Ну, прям Да Еще что-нибудь такое Можно еще Много Тупых вопросов Задать Ну да ладно Посмотрим Что получится Сириус Подарил книги Жителям Новых регионов России Вот так Знаете У меня Раньше были Такие мифы Знаете Вот Раньше В эпоху Социализма Самый худший Подарок Который Мог я получить Во всяком случае Я всегда Психовал Самый худший Подарок Был Это Книги Знаете Когда тебе Берут Для рождения Дарят Книгу Думаю Е-мое Ну за что Думаю Ну что я Сделал не так В этой Прекрасной Жизни Ну что я Сделал не так Как бы Знаете И Кто-то говорит Книга Лучший Подарок На самом деле Для меня Была Книга Это Худший Подарок Книга Это Был Худший Подарок И вот Здесь В тот же Раз И Подарили Ну Е-мое Ну Как Так В период Не знаю Там Мир Новейших Технологий На Красной Поляне Скоро Пройдут Позитивные Изменения В планах Благоустройства Сфер Трудовой Славы Проект Предлагает Сохранение Всех Деревь И так Далее Ну Класс Ну Занимаются Ну Занимаются Могут В Сочи Начались Чемпионаты России По Шахматам Только Сейчас Еще Хочу Посчитать Ну Постебаться Про шахматы Шахматы У меня Мой Клиент Там Участвует И его Дети Участвуют В общем Пока Находятся Здесь Проходят Соревнования По шахматам Жемчужине Поэтому Добро Пожаловать В Сочи Сбили Человека На пешеходном Переходе Вот Такое Тоже Бывает Пешеходный Переход Кстати А волны То нет Представляете Себе Дождь Вроде Идет А волны То нет Волны Нет Молодой Человек Переходил Дорогу До А По Пешеходному Переходу На улице Гагарина Рядом Остановка Быт И Центр В этот момент Сбил Автомобиль А что У нас Можно на красный свет Проезжать Я то не знал Может быть Правила дорожного движения Поменялись Ладно Бывает В результате ДТП Пострадавшего Госпитализировали Нифига себе Просто Сбили Насмерть В Сочи В Сочи Начали Готовиться К Петербургскому Экономическому Форуму Причем В Сочи Непонятно Парк Ривьера Вынужден Отменить Мероприятие Из-за Конченной Погоды Нифигаси Заголок Встречаем Пасху Ночные автобусы Будут вас Отвозить И туда И сюда Представляете Представляете Ну классно Я считаю Очень классно Очень классно А вчера В Крым Кое-что Полетало Ну вроде бы Сбили Ждут Самый сильный Прилет Это у нас Седьмого числа И девятого числа Поэтому Будьте Аккуратны Будьте Бдительны Пьяного Мопедиста Задержали Сотрудники ДПС Сочи 36-летнего Местного Жителя Которого Придвигалась По улицам От прохождения Среди Мужчина Отказалась И так далее Да ребят Кстати Вы же знаете Что на мопед Они Как бы Права Все равно Должны быть На мопед Ну без разницы Не можешь Просто Если у тебя Никаких прав Нет Ты не можешь Сесть И сесть На мопед По правам Дорожного движения У тебя Сзади В правах Соответственно Должна быть Определенная Категория Должна быть Определенная Категория В правах Что ты можешь Передвигаться На говномопедах Да У тебя Должно быть Соответствующее Это должна быть Категория М Соответственно Если вдруг Ты получаешь Права Категории Б Категории С Или категории А У тебя М Дается тебе Автоматически Самое интересное Самые интересные поправки Которые сделали непосредственно С 1 апреля С 1 апреля 2024 года Что если вдруг Ты берешь А кстати еще и Электро Велосипеды С двигателем Категория М нужна Сейчас все идет под категорию М Все что движется со скоростью Больше чем 25 км в час Самое интересное если вы пьяный Едете например на электросамокате Где нужна категория М Если вы едете например на моноколесе Которые развивают скорость под 100 км в час Смотрят сейчас по киловаттам и тому подобное Если вы едете например на Мопеде Или даже если вы едете на моторчике То же самое Помните раньше велосипед был Здесь то же самое Так вот если вдруг вы Попадаете там в том числе Пьяный Пьяный То вас соответственно Ну как бы вас лишают категории всех Пьяным вы будете на мопеде А лишат вас категории всех Так же если вдруг например Так получилось Что вы двигались И вас все таки У вас не было с собой 15 тысяч И вас лишили прав за алкоголь Ну бывает же такое Да не было денег То соответственно Соответственно если вдруг вас Ловят Ловят на мопеде Пьяным Да На мопеде пьяным А вы лишаетесь прав Вы лишаетесь не категории Вы лишаетесь сразу всех прав Понимаете Например на полгода Вы лишены прав И тут вы берете Попадаетесь Пьяным например На мопеде То ребят Там уже у вас Уже будет и Уголовка Это раз Там уже у вас Уже там штрафы Абсолютно другие Это два И там уже У вас могут заставить И вот эти Делать общественные работы И тому подобное Это три Поэтому имейте ввиду Попались например С автомобильными правами Например да Вас лишили прав Может не за пьянку Может за что-нибудь Там не знаю Там за сплошную линию Если вы вдруг Начинаете Передвигаться На Получается На мопеде Вот если вас Любую категорию Лишают прав У вас автоматически Лишаются все права В том числе И категория М На м нет отдельных прав Ну знаете На говномопеды Поэтому тоже имейте это ввиду То можно встрять По самые Не балуйся Согласны со мной? Согласны На пьяном Водитель каршеринга В грубом нарушении ПД Едва не устроил ДТП Блин Ну нашли через Ну ты подумаешь Там выехал там Ашот выехал там Через Наперекосяк В Адлере В Адлере вообще Знаете В Адлере В Сириусе В Сириусе За прошедшую неделю Было Вот в самом Сириусе Маленьком Сириусе Было 250 Нарушений ПДД Соответственно 250 Выписали протоколов 250 В Сириусе И теперь возьмем Большой Сочи От Магри До Красной Поляны И до Сириусе Знаете сколько всего было Выписано протоколов 180 Почему это Либо В Сириусе Хорошо У нас Работают Гаичники Либо У нас Совсем Не работает И забили И поэтому У нас вон Гаичники стоят Где это Пасха И перед ними Стоят нарушители Именно С парковкой Просто Припарковались Прямо на пешеходном переходе И стоят гаичники Им по барабану И его Насрать Понимаете Вот как бы так Сочинка Отдала мошенникам 6 миллионов рублей Сначала Позвонили Сотовую компанию Просили паспорт Данные клиентки Дальше Поступил звонок Сообщили Что взломали Профиль на госслуг Кстати Мне тоже звонили Я тоже Стебался 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 Тоже Звонили Короче Вот Это Такое А я Знаете Понял Там Набирают Девочки Ты когда начинаешь Ну там например Неправильно Называть Номер Номер Карты Ну че Да вы неправильно Называете Ну вы че Цифры не видите Что ли Ну такая уже Я понимаю Что это все Это уже Все Мошенник Сходит с ума Блин Жаль Жаль что не записал Прикольно было Да Ну реально Прикольно было Как обычно Это происходит Ну как Мне было Позвонили Сказали Билайн Так Ну так Нужно продлить Номер Иначе там Его заблокируют Для некоторых Номер Как так И продут С торгов Тем более Номер хороший Тем более Номер И все Как бы у вас По умолчанию На 5 лет Вы заключаете договор Теперь договор Нужно продлевать Ну как всегда И все Короче Ну почему Вы не приходите В офис Билайн Потому что Не нужно Мне в договоре Мне не написано Что в Билайн Должен приходить Каждый год Ну вот Все Вот как бы Так Надо Свернить ваши Данные И тому подобное Надо зайти На госуслуги И начинается Да Вот скажите Код Госуслуг И пошло Поехало Такой-то разводил Не Иногда Вроде кажется Ну как С такой стороны Блин Думаешь Если у тебя Весь бизнес И все остальное У тебя завязано На телефоне На номере Конечно Ты там Немножко Перебздишь Ну немножко Перебздишь Представляете Потому что У меня был Как-то Один номер И я его Лишился Потому что Когда я его покупал Его как-то Нас перепутали На другой На другой номер Оформился У меня был номер Вообще классный У меня был номер Раньше До этого номера До основного У меня был Номер 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Представляете Себе И этот номер Я лишился Мой номер Телефона был Когда только Появилась Вот твоя связь И так далее Вот Прямой был Номер МТС 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А сейчас Примерно То же самое Осталось 8 9 1 2 3 4 3 6 3 3 3 А это Было Такое И я его Лишился Потому что У меня карта Повредилась Я карта Пользоваться Не мог И пришел Восстанавливать А говорит Вы знаете Номер оформлен На вас А номер Был оформлен Получается Мы с другом Вместе Номера брали И получается Он это Я его все Пытался Пытался Миша его звали И так Короче В итоге Полгода Карта Не пользовался И все И номер Отобрали Но номер Реально Крутой Был Мне очень Нравился Мне очень Очень Нравилось Мне очень Очень Нравилось Мне очень Нравилось О Кстати В центре Сочи Мопедист Сбил Пешехода А еще Вчера При мне Сбили Мопедиста На Виноградке А еще Вчера Я видел Как мопедист При мне Взял И упал Под колеса Ну как бы Просто Вылетел И все Но как бы Живой Остался И все А еще Вчера Я видел Как Самокатчик Самокатчик Взял И упал И знаете Что Вы думаете Все подорвались Ему помогать Все Вы знаете Все люди Стояли И злорадствовали Потому что Самокатчики Так уже достали Они говорят Правильно Нефиг тебе А самокатчик Ехал по тротуару И когда Съезжал с тротуара Съезжал С бордюра Он взял И это Вот смотрите Вот сколько нарушителей стоит Да Ну реально Нарушителей Очень много стоит И Стоит Четыре гаичника Всем фиолетово Всем по барабану Ну на секундочку Вот здесь Нельзя ставить Потому что Здесь сплошная линия Ну так А и вот здесь Нельзя ставить Потому что здесь Автобус остановка И вот здесь Вот здесь можно Начертить Все что угодно Но ребят Это тротуар Это тротуар Ну нельзя стоять Понимаете Все Какая потрясающая погода Я даже не знаю Что сегодня сделать Либо погулять Либо поехать в Абхазию Либо еще что-нибудь Может к родителям заехать Я даже не знаю Погода шикарная Да Погода просто замечательная Хотя нет Нет у меня сегодня У меня сегодня По идее должен быть прокат Сейчас я посмотрю То что мне там Помощица написала У меня по идее По идее должен быть О нифига себе У меня с утра Активный чат А это подарки Это я думаю Нифига себе Ну-ка Нифига себе Не Ну по идее Я сегодня должен Работать В общем ладно Короче Ну в целом Все равно хорошо Единственное Что вот С этими выходными Которые приносили Не чувствуется Я так и не пойму Когда праздник Когда не праздник Когда выходной Когда не выходной Я считаю Что это идиотизм Ну смотрите Например 1-2 мая выходной Да Но он должен быть Выходной 1-2 мая Например 9 мая выходной Но он должен быть 9 мая выходной А эти всякие Переносы Там субботы Еще И непонятно Как это все Выглядит Понимаете Поэтому Это все Все фигня Непонятно Как работает Где работает Да Кстати У меня там Видать На канале Появились Новенькие Новенькие Которые ищут Себя Либо дом Либо квартиру Либо еще что Либо любовь И там пишут Вот Максим Дом Который ты снимал За 290 миллионов Я видел За 35 миллионов Других риэлторов Да вы просто Охерели Вот дом Который ты снимал За 71 миллион Рублей Я видел Этот дом За 35 миллионов Рублей Да ты охренел Ты показываешь Ты что такие сверху Комиссии ставишь Ну знаете Без комментариев Потом соответственно Ладно Думаю Вот я такой же дом Увидел за 65 миллионов рублей Ну конечно У тебя аппетиты Чтоб ты ездил на машине На Порше Каене Ну ребят Ну если Вы действительно Думаете Что дома в Сочи Стоят по 30 миллионов А я их продаю По 290 миллионов рублей Ну вам нужно в больницу Надо Надо Психиатру Если вы думаете Что все Риэлторы Продают Дом За 65 миллионов А я продаю За 71 миллион За 71 миллион То вы тоже Больные Придурки Я сочувствую вам Как бы Надо голову лечить Ребят Надо реально Голову лечить Вы знаете Как бы Я уже Несколько раз И знаете У меня Сели ко мне клиенты Говорят Вот мы там Покупали Там Через вашего Коллегу Апартаменты Вот сейчас Пытаемся продать А продать Не получается Вот почему Вот скажите Максим Почему не продаются И так далее А какие апартаменты Он говорит Ну такие Такие Я говорю Ну не получается Тебе почему Ну взял Просто показал Общие данные У них аж глаза Так поднялись Они говорят Нифига себе Я конечно Говорю Нифига себе Конечно Нифига себе Продавая квартиру Вторичку В жилом комплексе Раз два три Все у нас Которые не любят Ты получаешь комиссию Потому что Это вторичка Какого-то человека Ты получаешь комиссию 350 тысяч рублей Кто скажет Это Это не маленькие деньги Ну да Не маленькие Продавая за 25 миллионов 350 тысяч комиссии Это Как бы Не маленькие деньги Это нормально Хорошие Это почти Получается Ты получаешь Почти Полтора процента Полтора процента Понимаете Но 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 Продавая Апартаменты В Адлере За 25 миллионов рублей Ты получаешь Два с половиной Миллиона рублей Комиссию И еще Прекрасный Айфон Покупаем все апартаменты Всем добра И пока В Адлере Обязательно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...